Пётр и Зоя Коровины полвека счастливы вместе. Познакомились случайно по дороге из магазина. Слово за слово и ненавязчивая беседа переросла в постоянные свидания, а всего через полтора месяца в свадьбу. На праздник, посвященный чествованию юбиляров совместной жизни, поздравить их пришли дети и внуки. Это же какое счастье, столько лет прожить вместе и всё-таки взаимопонимание какое-то было. Так что мы считаем, нормально. А вот за столько лет как-нибудь менялись ваши отношения? Часто ссоритесь, часто меряете? Ой, да всё бывало. Бывало, но до развода не доходило. Вместе с прожитыми годами приобретается и мудрость. К примеру, в таком тонком вопросе, как любовь, считают наши герои, дети должны разбираться без помощи родителей. Только дети, родители, в их дела не должны когда вмешиваться. Молодым не надо мешать. У нас с супругой через два года 30 лет, и мы живём счастливо, и на них равняемся, на родителей. На дворе 21 век. Наука и медицина идут семимильными шагами. Но любовь всё так же остаётся для многих загадкой. В чём же секрет? Больше терпимости и больше прощать друг к другу. Поменьше употреблять спиртных напитков. У каждого юбиляра за плечами свой жизненный путь, своя история. А 50 лет совместной жизни, как показалось сегодняшнее мероприятие, это ещё цветочки. Многие в этот день отметили изумрудную или даже бриллиантовую свадьбу. Поздравить влюблённых пришёл председатель Совета ветеранов Ленинского района Виктор Пикуль. Я хотел от имени главы Ленинского района Олега Владимировича Хромова, от имени нашей всей руководящей части района, не только поздравить вас, но и пожелать, в первую очередь, конечно же, здоровья, пожелать вам всех благ земных. И, конечно же, любви, ведь именно с этого и начинается любая семья.